Будет ли эта модель статистически хорошо предсказывать реальные значения по каждой кластеризующей переменной? Проверим. Для этого нам прежде всего потребуется описательная статистика по каждому кластеру. Нужно не просто частотки, а средние значения. Для этого я направляюсь в Explore. Беру в качестве Dependent как раз наши кластеризующие переменные, а в качестве группирующей как раз кластерную переменную. Графики мне не будут особо нужны, мне нужна именно статистика. Поэтому оставлю эту статистику. Запускаем. Переношу полученную табличку в Excel. Кроме того, переношу в Excel и исходные переменные. Исходные семь переменных. Мне нужны именно переменные по России, поэтому я сортирую. Уже в Excel у переменной кластерной, она только для России, посчитана. Все остальные наблюдения мне не нужны. Я их очищаю. Итак, первый кластер, он здесь не отображается, потому что у него средняя просто ноль. Там все нули, следовательно, и средняя ноль по всем переменным. Таким образом, можно заменить в первом кластере единицу на нули. Для этого я еще ввожу фильтр. Сначала отбираю только единицы. И здесь заменяю единицы на нули. Снимаю фильтр. С остальными кластерами сложнее, потому что здесь для каждой переменной свое значение. Второй кластер, контакты с политиками, ноль три. У респондентов реально нет ноль три, у респондентов только нули единицы. Ноль три округляется, ну, допустим, как и в регрессии это происходит. И в прочих методах, где вероятности предсказываются. Итак, ноль три округляется по общему правилу, поскольку меньше ноль пяти, до нуля. Последующие переменные смотрим. Тоже в ноль. В ноль.